Привет, зритель! Можно сказать, первый день бытия. Но я вчера же на вечернем приехала, так что в каком-то плане первый. Вот у меня тут завтрак. Я взяла с собой овсянку быстрорастворимую и семена чиа. Закинула их друг с другом. Тут три столовые ложки овсянки и чайная свойстика, может семян чиа. Зарила водой. Добавила чуть-чуть меда от первого сбора. По-моему, наша семейка только первый раз и снимала в этом году еще. Но надогонка стоит. И что-то я хотела тебе, зритель, показать. А, вот здесь у меня кироп. Наверное, его размешивать. Чайная ложка с горкой. Можно сказать, что две чайных ложки. И тоже водой залит. А почему у меня есть коробочка молока? Да, с прошлого приезда еще осталось. Не открытая. А, вот что я хотела показать. Чеснок. Я так думаю, что мне можно даже в этом году в деревне урожай чеснока собирать. Я тут выдрала парочку, потому что, ну, хочу немножко порезать суп. Собираюсь чеснока сварить. Малюченький такой. И длинненький такой. И он что-то как-то так уменьшился. Может, сам по себе уменьшился. Может, кто помог. Потому что я уезжала, его было приличнее. Ну, и надо его беречь от кота. Почему-то у меня кот жрет чеснок. Сейчас я его позавцикую. Вообще, я спалась у него очень фигово. Было что-то как-то дофига холодно. Граются в двенадцать, наверное. Был двенадцать где-то на улице, но потом, наверное, меньше. И сначала тринадцать. Сейчас уже четырнадцать дома. Вот сейчас без двадцати двенадцать практически обед. Без одиннадцати одиннадцать меня соседка разбудила из соседнего дома. Внезапно с какого-то перепугу решившая, что раз я вчера приехала, то сегодня я обязательно поеду на велике в Прилуке закупаться. Зачем? В Прилуке сделали дорогу. Ну, и, короче, я ей сказала, что я никуда не еду. Так как я только... часов двенадцать в час я вроде как пыталась уснуть. Но у меня один шизоидный кот ходил и будил меня только засыпать, он выходить. Только вроде засыпать, слышу, скребется в дверь. Ну, в общем, он за ночь привело к трех мыша и сожрал их. Соскучился человек, в смысле вот животное по мясу живому. И я вроде как только уснула. Думаю, сейчас в девять часов немножечко еще пару часиков подремлю. Думаю, резать немножко подремлю. Но вот еще так долбилось. А типа у меня там дверь на веревочку была вот сейчас там. Ну, видно, занавеска такая своеобразная вообще-то простыня. Обычно я какой-нибудь занавеской занавесивала. Но что-то в этом году я не нашла. А тут приехала, смотрю, висит простыня. Бесходная. Вроде и нормальная, но бесходная. Повесила. И дверь на веревочку закрыта. Типа, откройте дверь, та-та-та. Потом в окно долбиться. Я думаю, что надо. Причем как бы у людей есть машина. Могут сесть, поехать и купить себе этого хлеба. Ну, вот в итоге я ее как-то вежливо и объяснила, что есть люди, которые могут ей, возможно, помочь. Не знаю, помогут ей эти люди или нет. Сейчас я буду кушать. Вообще-то я планировала проснуться в ранищу и пойти в огород в экипировке собирать малины. Но малины там вчера я видела мало. Может быть, с одной стороны, может там попойще потом будет. И много еще незрелой. Но вот так получилось, что завтра только сейчас. Вот моя занавесочка. Но я достала камеру вовсе не из-за этого. Я увидела одну интересную вещь. Иду, думаю, что-то похоже на мяту, но нет на картошку. И внезапно это правда картошка. И даже цветет. И пчелка вон. И куда идут наши ноги? А наши ноги идут. Туда, видимо, бросили картошку. Это уже без дна. Надо было так его звать. И проржавел чугунный горшочек. Чугунок. Картошка в чугунке. Знаковая прям. Я вот через камеру смотрю не вижу, а без камеры вижу. Может тут правда отсвечивает. Но я надеюсь видно будет. Вот. Вот. Кайтошка в чугунке. Если не забуду, родственники сегодня приедут. Если они вдруг не видели, надо показать будет. Вот. Ну. Прикольно же. Она просто тут лежала и вот внезапно проросла. Урожая с нее конечно не будет в таком виде. Но сама суть. Прикольно. У меня воду набрало. Солнышком нагреться. Можно будет устроить летний душ. Конечно можно еще на ногу устроить. Но сейчас уже как-то это пропустило момент. Обычно часов 8 тут. Ну в 9 душ принимаю утра. Сейчас жужжат. Не уверена, что мне дадут снять малину. Ну хотя бы гляну немножко. Я правда пока только пару ягод нашла. А в этот раз мои зития. Хорошие и добрые. Косили очень хорошо вот эти кустики. Красная смородина еще не созрела. На ней в сягости. Вот черная смородина. Я тогда ее ободрала от всякой фигни. Тут был красный клевер. Но его уже нет. Ну я думаю, что он уже даже отцвел бы. За этот месяц пока меня не было. Так что ничего страшного, что его теперь нет. Зато кустик очень аккуратненький. Надо спросить будет, что это за бутылки. Потому что на сливе я такую же видела вчера. для ос. Ловушка. Пчела летает. Я ее прям слышу. Не знаю, как насчет камеры. Но сегодня, судя по всему, в деревне первый такой за долгое время где-то без дождя будет. Вот красная смородина. От куста от былого осталась уже, можно сказать, одна пятая. Раньше он был намного больше. Даже в прошлом году еще больше был. Ну вот, как говорится, выродился. И мне интересно, тут была ветка коромы, которую дедушка еще сажал. И она даже цвела, и на ней даже были зачатки ягод. Но я чего-то ее не наблюдаю. Я наблюдаю только высохшую ветку. А та ветка хорошая, не хочется думать, но неужели ее скосили. Кустик есть, но он сухой. А той молодой, хорошей ветки нету. У нас в саду как бы она есть, эта хромая. Но каждый год стабильно, правда, лет такое было, что ягоды не успевали дождеть и чем-то заболевали и откипывались. Надеюсь, что в этом году все-таки получится собрать ее. Какие-то темные листики. Это, по-моему, помесь черной смородины и кружевника, хрома. Но он дедушка ее сажал. Я так поняла, что не только у нас, а по всей деревне, но смородина еще не совсем зазрела. По большей части розовая. Я планирую еще в августе приехать, конечно же. Я планировала вообще через неделю в начале июня. Вот такая погода. Ну, короче, все зависит от погоды. Но если будет вдруг поселить неделю, когда уеду во вторник, хороший день и будет выпадать на автобус, то я приеду на обережном, соберу красную смородину и свалю. И обратно. Кстати, у нас там какое-то растение я сегодня увидела. И думала вечером подойти к нему. Потом подумала, что можно накануну приблизить. Но вечером я все равно к нему подойду. Интересно, что это? Вот они оставили родственники. Тут какой-то странный курс. Самое как-то непонятно. Он просто какой-то огромный сорняк. Подойду к нему вечером. Гляну. Вообще вот в той степи было три куста черной смородины. Два из них крупных. Ну, вообще два куста черной смородины и кружовник тетя моя сажала. Но есть люди, которые любят скашивать даже несмотря куда. Хотя там и веточки были. И мы даже удобряли эти кусты. И я с ней как-то вместе еще при бабушке удобряла. И потом она одна. Но не судьба. В прошлом году я даже на одной веточке, сохранившейся, нашла крупные ягоды. Несколько штук. В этом году еще весной их уже скосили. Я помолчу, тебе надо быть. Чтоб так делать. Очень жарь, короче. И, наверное, не выжили их уже совсем. И даже начинаешь понимать человека, когда вот вкладывается человек. Вот, допустим, вот в эту деревню вкладывается. А есть другие, которые это все укокошат. Бездум, не думая совершенно. И Берлова, возможно, умысла просто по собственной дури. И что уже не хочется вкладываться. Потому что и отдачи нет, и отдачи, и возможно, но ее не особо одаренные. Хотя вот люди причастные к тому, что, допустим, тут можно как-то это что-то скосить. И сами проживали. Возможно, не в этой, но вообще в деревнях. Лето. В детстве своем. Беспутство полное. Вчера третьего женщину в автобусе. Она очень порадовалась. Ну, так разговаривались. Она почему-то посчитала, что я из Москвы. Еду с котом. Я сказала, что из Угрича. И по поводу деревни спрашивала, сколько тут сейчас домов в Массеевском. И что у нас тут. Ну, и сказала, что у нас тут пчелы. И она так, пчелы, я груз 29-го года. Можно уже сказать прошлого века, с 1929 года. Получается, 91 год в нашем пчеловодству. Она говорит, что у нас уже семейная. Так, из поколения в поколение. Говорит, да. Говорит, занималась бабушка. Вообще, изначально занимался бабушкин дец. А теперь занимается тетя. И она очень порадовалась. Говорит, такое редкое событие. Так редко бывает, что люди из поколения в поколение продолжают заниматься пчеловодством. Вот. Пасека маленькая. Не повалившаяся от ветра, я так понимаю, забор. Или еще от чего. И липа, которую я в этом году снова не собрала. Но в этом году я собрала другую липу. В прошлом году она зацвела как-то раньше. Хотя, у меня такое ощущение, что там что-то еще цветет. Вот. Приехала бы я чуть-чуть пораньше. Я бы ее застала. Тут уже просто отцветающая липа. Но я рада, что она все-таки цвела. В принципе, она и в прошлом году цвела. Но если на липу во время цветения вот такого попал дождь, то все это смывается. И она будет уже непригодна ни для пчел, ни, соответственно, ни для сбора. И вот мой чеснок, кстати. В шестнадцатом году, кажется, было несколько чесночин, которые я пыталась выкопать. Но не совсем удачно. В семнадцатом году было еще несколько чесночин. Их тоже пыталась выкопать. Их было уже побольше. В восемнадцатом году они тоже были. И я даже, по-моему, возможно, зелененькие собирала. В девятнадцатом году и они были. А нет, в шестнадцатом году точно. В шестнадцатом году их сажали тут. Потому что еще бабушка сюда приезжала. До того, как травмировалась весной. И тут, видимо, сажали чеснок. В семнадцатом его чуть-чуть было. Возможно, что и собирали его в шестнадцатом. Я уж не помню. В семнадцатом его чуть-чуть было. И я немножко выкопала. В восемнадцатом я тоже попыталась его выкопать. В девятнадцатом его уже было побольше. В том, как его еще больше. Я думаю, что в следующий год его совсем больше будет. Ну, это и бывшая грядка с клубникой. Она уже тоже как бы выродилась. Тут еще ее немножко, видимо, слегка подскосили. В этот раз мы оставили такой вот кусочек. Первый раз, когда не косили, то оставили ее побольше. У меня ее чуть-чуть прикололась. А, говорю, клубнику оставили. И вот она пошла сюда, вот дальше. А это была линия. Тут были кусты всякие. Тут тоже смородина черная была. И еще что-то. Вообще, возможно, есть на каких-нибудь водках, которые пленочные. Может, руки как-нибудь дойдут. Посмотрю. Может, даже отсканирую. Думаю, сейчас я попробую все-таки малину. Попытать счастье. Глянуть. Время обеда. Я уже проголодалась. На самом деле, я что-то как-то вот забыла, что у меня есть один фрукт. Нектарин. Я его хотела на завтрак тоже съесть. У меня была вот только такашка, овсянка, чия на воде с медом. И кироп, чашки две. Сильные обжарки я его сюда взяла. Ну, в общем, по вкусу, как сладкий кофе. Без молока. Кофе с сахаром крепкий. Я думала, делай бутерброд. Но что-то, в общем, в итоге решила не делать. Думаю, ну, потом будет какой-нибудь перекус. Все такое. Типа там обед. И т.д. и т.п. Вообще не люблю слово перекус. Поэтому будет просто принять вещи. В общем, у меня тут черный хлебушек. Порезан. Вообще, там шесть кусочков. Десерт, если захочется, будет нектаринка. Салатик. Тут у нас яичко вареное. Я вчера варила. Ну, как бы... Я хотела сварить яичко. Думаю, сделаю потом этот салат. И вот получилось, что я вчера приехала. Вареное яичко. Потом куриное. Огурчик с нашего сада. Салатик от несколько листиков. Я брала вообще из сада. И когда еще не планировала деревню. Ну, взяла их в итоге с собой. Подумала, если доживут, то сделаю салат. Если не доживут, то не доживут. Ну, тут сметана, яичко. Огурчик один. И вот салат. Это еще немножко лука. У меня было зеленого. Тоже из угоряча привезено. И чуть-чуть чесночка. Тут у меня борщ на заправке магии. На воде, соответственно. С капустой. И вместо картошки у меня кабачок. У меня есть сметанка с собой. Я ее в пятерке тут брала на днях. Ну, и ветчина. Я ее вчера покупала. Это великолугская. Она что-то там по 120 или по 109. За батончик было 500, что ли, грамм. В магните вчера по скидке. Вместе вот с тем хлебушком вчерашний. 24 хлебушек. Сегодня 25. И сыр я тоже брала в пятерке. Он как бы адыгейский. Ну, по виду. Ну, называется там типа красная цена. Кавказский. Ну, по вкусу просто адыгейский обычный. По составу тоже хороший. Как адыгейский хороший сыр. В общем, это у меня такой обед тут. Чайник только что скипел. И вот в чайнике у меня... Заварен зеленый жасминовый чай. Из моей дворки там. Ну, в смысле, жасмин наш. Когда-то мой насушенный. Вообще, этому чаю там несколько разных чаев. Ему 10 лет и он все еще нормальный. У меня просто был запас такой большой. Баночка. Баночка круглая с чаем. Жасминовым. Просто разные чаи, которые я когда-либо покупала. Зеленые. И смешанные с жасмином. Еще в 2017 году, наверное. Да. Последний раз я туда добавляла жасмин. А сейчас 2020. В общем, вот такой у меня обед. Я сначала хотел записать процесс. Потом что-то забила. Забыла на это вообще. Потом подумала, что я не буду этот обед писать. А потом что-то подумала, что люди как бы любят эти бюджетные обеды. Короче, я Маги покупала по скидке 49 рублей. Ну, грубо говоря, 50. Последняя за 50 рублей в пятерке по скидке. Не то, что по скидке, по пятерковой карте. Ну и капуста своя. Кабачок свой. Из покупного сыр. Не знаю, помню, там 133,90 этот сыр стоил. Там 320 грамм эта головка и всё сюда привезла. И 109 вот эта колбаса 500 грамм. Хлеб чё-то около 12 или 15 рублей за маленькую буханочку. Уж не помню. 350 буханочка весила. Это из серии там прожить на 100 рублей. Обед там на 100 рублей. Я видела какой-то ролик на YouTube. Ещё что-то. Ну и сметана чё-то я не помню. 47, что ли, рублей она стоила. Тут 300 грамм. 15% хорошая сметана. Ну и чай. И вода из колодца. Так что, когда приеду, залью этот ролик. Если кому интересно, могу повторить что-нибудь подобное уже дома. Всем, наверное, пока. А я буду обедать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok